Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Соскучился я за Абрамом Конниковым, и сегодня мы воспроизводим один из замечательных рецептов из альбома 1938 года «Колбасы и мясокопченности». Сразу же говорю, кто хочет скачать себе этот альбом, альбом потрясающий, мы переготовили уже большую часть «Колбасы и мясокопченности» по этому альбому. Так вот, ссылку для скачивания я оставлю в описании. Готовим сегодня шейку свиную высшего сорта. Сырокопченая свиная шея получается очень классно. Мы готовили где-то год назад сыродяленую шею, которая называлась Капокола, но сырокопченая мне нравится побольше, за счет копчения более яркий аромат. В общем, если хотите готовить сыровяленую или нету коптильни, то можете смотреть предыдущее видео. А сейчас готовим именно сырокопченую свиную шейку, как написано в альбоме. Шейка свиная сырокопченая высшего сорта. Вот такую вот свиную шейку мы взяли, она действительно высшего сорта, такая очень мясная, не сильно сальная, не сильно жирная. Но я люблю именно мясное. Если кто-то любит сильно, ну, такую жирную, с пожилочками, естественно, берите более жирную шейку. Помимо самой шейки нам понадобятся некоторые ингредиенты. И тут у меня для вас очень хорошая новость. Мы открыли для себя очень классный интернет-магазин Аромат Дерева.com.ua. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании, могу смело его рекомендовать. Ну, во-первых, интернет-магазин дешевле, чем многие другие интернет-магазины, которые я рекомендовал до этого. Во-вторых, в этом интернет-магазине, так же, как и в том, который я рекомендовал раньше, в магазине Ем Колбаски, ну, вы знаете, доступно практически все, что нужно для приготовления крафтовых колбас. Вот я всегда ищу магазин не так, чтобы там нитритную соль покупать в одном месте, шпагат в другом, что-то еще, оболочки в третьем. Я ищу магазин, в котором удобно было бы покупать все, что мне надо, чтобы делать все одним заказом. Так вот, нам понадобится сегодня свиная синюга, эластичная сетка, ну, естественно, нитритная соль, шпагат и щипа для копчения. И вот особо меня удивило в интернет-магазине аромат-дерево.com.ua, что даже щипу у них можно купить. Ну, по-моему, замечательно. В общем, на все это ссылки оставляю в описании. Давайте приступим к приготовлению свиной шеи. Как обычно, мы немножко отступаем от рецептов 1938 года, по той причине, что в те времена для посола, вообще для любого посола колбасных изделий использовалась селитра. Мы используем нитритную соль. Нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. Из расчета на килограмм сырья нам понадобится 25 грамм нитритной соли и 1 грамм сахара. Смешиваем. Вообще, друзья, помимо ссылок, как вы знаете, как обычно, в описании вы найдете четкий пошаговый рецепт приготовления свиной шейки высшего сорта. Посол состоит из двух этапов. Первый этап – это сухой посол. Второй этап – это будет мокрый посол. Но к этому мы вернемся чуть позже. Что же касается самого мяса, неоднократно говорил, что не используйте мясо прямо с рынка, особенно для сыровяленых изделий. То есть парным мясом называется мясо, которое после забоя прошло не более двух часов. Если прошло более двух часов, наступает процесс крупного окоченения. Это мясо уже не очень хорошо, оно дубеет, оно начинает сильно отдавать влагу и очень сильно подвержено всяким нехорошим процессам, в том числе закалу, которого нам в данном случае надо избежать. Поэтому, если вы покупаете мясо на рынке, а я покупаю мясо на рынке, правда, покупаю у знакомых фермеров, но так или иначе, они вам говорят, что это парное мясо. То есть парное – это два часа после забоя. После этого, если вы в течение двух часов не приготовили, вот не засолили мясо, тогда его надо подвергнуть созреванию. Для свиной шеи это минимум неделя в холодильнике при температуре 24 градуса. В процессе созревания мясо будет размягчаться, процесс крупного окоченения будет спадать на нет, то есть проходить, и начнется процесс, будет проходить процесс автолиза. И вот такое вот мясо, которое пролежало при этой температуре как минимум неделю, оно лучше вообще 7-8 дней. То есть вот для свинины 7-8 дней, для говядины срок значительно больше, для говядины 10-12 дней. А, допустим, для курицы достаточно 2-х дней. Но это опять-таки я углубился в дебри. Так вот, из такого мяса сводится на минимум шансы получить неудачный результат при приготовлении любых колбасных изделий. Итак, приготовили посолочную смесь, берем какую-то емкость и хорошенько со всех сторон посолочной смесью укутываем. Можно сказать, укутываем наше мясо. После того, как мясо хорошенько солькой, так сказать, я не знаю, как это сказать, хочется мне всегда сказать, обваляли в сольке. Но вы скажете, что это неправильно. В общем, друзья, неважно. Хорошо засолили мясо, накрываем, если у нас контейнер, крышкой. Если не контейнер, затягиваем пищевой пленкой. И в холодильник при температуре около 4 градусов на 2 суток. А через 2 суток продолжим. Через 2 суток можем перейти ко второй фазе нашего засола. Или посола, как угодно. Мясо засолилось, как видите, никакой жидкости оно не пустило. Это очень хорошо, значит, мясо было качественно. Мы приготовили рассол. На литр кипяченой охлажденной воды 140 грамм нитритной соли и 5 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. И 5 грамм сахара. Все это растворили, процедили, если там есть какие-то... Ну, нитритная соль, она обычно чистая, это в обычной соли встречается мусор. То есть, в принципе, нитритную соль, наверное, можно и не процеживать. Заливаем шейку, свиная шейка, как нежно это звучит, рассолом. И при температуре 4-5 градусов... Ай, я немножко соли осталась, сейчас я долью. При температуре 4-5 градусов оставляем ее засаливаться на 10-12 дней. Для того, чтобы шея качественно просолилась, раз в 2-3 дня вот так вот ее переворачиваем в рассоле, чтобы она со всех сторон хорошо, красиво засолилась. Итак, друзья, через 12 дней мы продолжим. Ровно через 12 дней наша шея засолилась. Ну, не наша шея, свиная шея, шейка. Друзья, теперь надо ее промыть под холодной проточной водой хорошенько. Я не буду это показывать, просто промою. Промытую под проточной водой шею помещаем в холодную воду и оставляем на 3 часа, чтобы она вымочилась, отдала лишнюю соль, так сказать, стабилизировалась перед упаковкой. Продолжим работу с шейкой, она отмочилась. И вот в качестве оболочки мы будем использовать говяжью синюгу, вот такую вот кишку. Можно также использовать коллагеновую пленку. Ну, мне что-то в синюге. В принципе, без разницы. По большому счету без разницы. Если вы не хотите возиться с кишкой, то совершенно спокойно, без зазрения совести, используйте коллагеновую пленку. Промакиваем шею полотенцем, чтобы она была более-менее сухая. Перемещаем свиную шейку, а попросту засовываем в синюгу. Вот такая красотуля. Что-то коротенькая синюга у нас, Лариса. Нормальная. Нормальная? Да, просто поправить надо качественно. Вот, поправляй качественно. Красиво выглядит, правда? Да, это только начало. Дальше будет еще красивше. Далее нам надо поместить все это в компрессионную сетку. Компрессионную сетку лучше отрезать с запасом, чтобы потом была возможность завязать. И вот в качестве матрицы так сетку не натянешь. В качестве матрицы я использую отрезок канализационной трубы. Естественно, я ее не снял с канализации, а просто купил новую. А то начнутся злобные комментарии. Снял с какой-то канализации. Теперь показываешь нам видео. Вот таким вот образом. Запускаем сюда. Запускай берлабу. Как говорил Остап Ибрагимович. Вот такая вот штука у нас получилась. Теперь надо ее перевязать. Теперь хорошенько, смотрите, вот здесь вот с торцов синюгу надо подтянуть так, чтобы она закрывала полностью мясо. Ну, если мы готовим в коллагеновой пленке, то там вообще проще. Очень плотненько завязываем. С учетом того, что нам на эту веревочку придется ее вешать при просушке и при копчении. Я надеюсь, что веревочка выдержит все перипетии в последующие шейки. Вот так вот закручиваем, чтобы уплотнить всю конструкцию. И перевязываем с противоположной стороны. Вот таким вот образом. Далее берем булавку и накалываем. Ух ты, какая она плотненькая. Вот накалываем с каким-то шагом через 2 сантиметра. Полностью по всему, по всем сторонам. В это время, друзья, готовим кипяток. Нам надо емкость с кипятком размером так, чтобы мы всю шею могли в эту емкость поместить. Отправляем шейку в кипяток на 3 минуты. Даем ей 3 минуты, так сказать, бланшироваться. После этого извлечем из кипятка, подвесим на просушку на сутки. В прохладном месте. Последние 2 часа перенесем в тепло. И после этого приступим к копчению. У нас тут началась суровая зима, но это никак не помешает закоптить нашу шею. Поэтому помещаем ее в коптильную камеру, устанавливаем температуру 30 градусов и коптим 6-8 часов. После этого подвешиваем. Ну, после этого я расскажу. В общем, мы ее закоптим сегодня. Я уже, как ее буду извлекать из камеры, показывать не буду. На ночь подвесим на холоде, чтобы она отдохнула. А потом я расскажу о процессе вызревания. После копчения шея выглядит вот таким вот образом. Здесь немножко произошел разрывчик оболочки уже после того, как мы ее извлекли после бланширования. И этот разрывчик мы зашили, чтобы все было чинно и благородно. Ну вот, смотрите, какая красотуля. Помещаем нашу шейку в камеру для вызревания. Температура 10-12 градусов, влажность 75%. Идеальные условия для вызревания. Возревать будет, вялиться еще, ну или, как пишут в гости 1938 года, сушиться в течение двух недель. Думаю, этого будет достаточно. Если у вас нет камеры для вызревания, можно повесить в холодном помещении, там, где температура примерно 10 градусов. Самый крайний случай это в холодильнике, в контейнере. Но в холодильнике температура значительно ниже, поэтому вызревание, возможно, будет проходить не 2, а 3 недели. Ну вот, сушка. Ну вот, друзья, через 2 недели мы с вами встретимся и продегустируем это. А пока будет вызревать, я хочу еще заострить внимание на двух вещах. Первое, в начале видео я забыл рассказать о том, что обратившись, вернее, в интернет-магазине Аромат Дерево, по промокоду, ссылку я наставлю в описании на интернет-магазин, по промокоду канал Даниила и Лариса вы можете получить скидку 5% на все товары. И второе, меня очень порадовала щипа от интернет-магазина Аромат Дерево. Очень классная щипа, отлично тлеет. У меня обычно какие-то чудеса с дымогенератором происходят. Либо щипа в нем залипает и не хочет опускаться вниз. У меня дымогенератор с верхней загрузкой и с нижней камерой сгорания. Либо щипа очень сыра и очень большое количество конденсата. Тут этого не происходило. Генератор работал в обычном автоматическом режиме, поэтому щипе ставлю 5 с большим жирным плюсом. Друзья, через 2 недели разрезаем и дегустируем. Ну что, друзья, хотели вялить 2 недели, получилось 3 недели, потому что уезжали покататься на лыжах и не успели зарезать шейку до отъезда. Слушайте, запах просто бомба. Давайте будем резать вместе. И пока, друзья, я занимаюсь зарезкой, с какого края ее зарезать, зарежу с этого. Напомню, все ингредиенты для приготовления этой шейки мы покупали в интернет-магазине Аромат Дерева. И теперь для зрителей канала по промокоду канал Даниила и Ларисы доступна скидка 5% на все ингредиенты. Слушайте, ну, по-моему, просто бомбезно. Вам не кажется? Сейчас я отрежу тоненький кусочек и покажу крупный план. Но мне кажется, просто фантастика получилась. Тоненький, тоненький, чтобы он светился аж. Чтобы было видно, что ничего не разваливается у нас. Ничего не вываливается. Посмотрите, какой класс. Ну что, по-моему, продукт бомбезный. Я думаю, что даже по вот такому видео вы оцените, насколько это клево. И готовится быстро. То есть, реально, она была бы готова за 2 недели, но, правда, мы просто не успевали. За 3 недели ничего не испортилось. Итак, друзья, свиная шейка, именно не шея, а шейка, так написано в гости 1938 года. Кстати, ссылку на книжечку ищите в описании. Свиная шейка высшего сорта. Пахнет бомбезно. Просто бомбезная штука. Я вам передать не могу. Настолько вкусная, настолько нежная, настолько яркий вкус, так классно подобраны специи, я не перестаю поражаться вот этим вот рецептом или рецептуром. Кто-то меня там чмырит за слова рецепты. Ну, пусть будет рецептуром. Рецептуром 1938 года это просто фантастика. Невозможно оторваться. Настолько вкусная штука. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт приготовления шейки с виной высшего сорта по ГОСТу 1938 года. Рецепт мы опробовали, рецепт годный, рецепт вкусный, поэтому я вас прошу, пожалуйста, постарайтесь приготовить, вот выделите время, выделите немножко мяска и приготовьте эту штуку. Может к Пасхе, к ближайшим праздникам, может просто для себя там на праздничный стол. Штука потрясающая, но мне очень нравится, реально, реально вкусная. Еще раз напомню, ссылка на книжку Абрама Конникова с рецептами колбасы и мясокопченности находится, ссылка для скачивания книги находится в описании видео. Ссылки на все ингредиенты находятся также в описании видео. Интернет-магазин Аромат Дерево, промокод канал Даниила и Ларисы, скидка 5%. Ну, а мы продолжаем, друзья, для вас готовить интересные мясные продукты, в том числе готовить сыры, какой-нибудь вкусненький алкоголь, но шейка, шейка просто божественная, действительно попробуйте ее приготовить у себя дома. Спасибо за внимание, друзья, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Всего доброго, пока!